Итак, друзья, давайте для начала введем некоторые очень важные слова. Каким-либо образом их классифицировать не получилось. Но эти слова очень важны, поскольку на них будут строиться как этот урок, так и все дальнейшие уроки. И давайте, собственно, начнем. Итак, первое слово – это слово «ломать». Оно означает «человек». Идет оно вовсе не от слова «ломать», как можно было бы подумать. В принципе, так можно подумать, но нет. Значит, те, кто увлекаются псамскими языками, знают, что в кильдинском псамском есть такое слово, как «олва». Оно означает также «человек». И эти два слова имеют общее происхождение. Далее. Слово «лвадря». Оно означает «хороший». Это слово является синонимом к слову «парол». И, в принципе, они взаимозаменяемые. Но разница между словом «вадря» и «парол» заключается в том, что «вадря» имеет значение, скорее, хорошее по качеству. Но, в принципе, вы можете сказать «вадря» и «парол», и никакой разницы между этими двумя словами не будет. Вот, например, слово, такое выражение, как «вадря ломай». Оно означает «хороший человек». Вы можете сказать «вадря ломай». Абсолютно то же самое. Это не будет ошибкой, это все правильно. Но оба варианта здесь правильные и являются синонимами. Далее. Слово «куру». Оно означает «круг» или «группа людей». Но это, на самом деле, может быть не только группа людей. Это еще может быть группа предметов. Не забывайте про это. И, соответственно, отсюда идет такое выражение, как «ломань куру». Оно означает «общество». Дальше. Очень важное слово. «Вожодимся». Оно означает «работать». Многие эрзиане, носители, говорят вместо слова «божодимся» слово «рабутанс». И на самом деле это уже русско-эрзианские службы. Поэтому мы с Эрюшем, мы вас призываем этого не делать и говорить по-эрзиански. То есть слово «божодимся» использовать. Ну и если мы работаем, значит, должны быть какие-то деньги. «Ярмакт». Это означает «деньги». Как вы видите, здесь у нас окончание, которое означает «ножное число». То есть «деньги», «ярмакт». У меня денег нет, хотя я работаю. Видите, у меня очки. Но они теперь сломались. Я ремонтирую денег не нашел. Так что те, кто хотят мне помочь в этой деятельности, или, например, отблагодарить меня за этот курс, могут скинуть мне деньги на Patreon. Будут очень признательны. Ссылки внизу. Итак, далее. Слово «пандус» означает «платить». И следующий ряд слов – это у нас «эрмс» – «жить». Это слово, на самом деле, очень важно. Оно часто очень употребимо в различных формах, правда. Мы до них всех еще доберемся. И на самом деле название «эрзя» есть такая гипотеза, что оно связано с этим словом. То есть от слова «эряза», что означает «живой человек». Ну, типа «живой». И отсюда идет слово «эрзя». Но это только одна гипотеза. На самом деле, таких гипотез несколько. И те, кто интересуется, могут прочитать это специально в литературе. Далее. Слово «учёмс» означает «ждать». Далее. Вот эти два слова – это очень хитрые слова. Очень хитрые. И давайте прочитаем их. «Кода» означает «как». И «кодам» – «какой». Хитрость этих двух слов заключается в том, что они употребляются вовсе не так, как в русском. То есть в некоторых местах совпадает значение, но в некоторых местах употребляется по-разному. И мы все это рассмотрим, но рассмотрим уже в более поздних уроках, поэтому смотрите видео будет до конца. Далее. Вот эти два слова, они путают друг с другом. Значит, слово «ялга» означает «друг», и слово «оя» означает «близкий друг». И изначально слово «оя» означало подругу, девушку, ну вот в этом плане, типа, ну, возлюбленную вот в этом плане. Но потом значение и поменялось, и стало означать просто «близкий друг». Далее. Вот эти три слова являются синонимами. Если нам нужно сказать просто слово «враг», то мы употребляем слово «яд». Дальше. Существует такое фольклорное слово, как «душман». Оно означает «восточного врага», то есть враг, который прибежал с востока. Как вы можете догораться, слово «душман», что-то оно вам напоминает, наверное. У вас возникают, наверное, какие-то афганские вайбы, да. Это слово является иронизмом, оно иранского происхождения. Пришло ли оно от тех самых сармат, которые прибежали во II-III веке, либо оно пришло позже, во время начинга Искана, неизвестно. Но это означательно «восточного врага». И следующее слово – это «вардо». Это означает «коварный, жестокий враг». И на самом деле вот это слово наиболее употребительно, а вот это слово, оно является именно фольклором. То есть в фольклоре вы его встретите. В реальной жизни оно практически не употребляется. И последнее слово – это слово «мель». Оно означает «мысль», «желание», «мнение». И на самом деле это очень-очень-очень важное слово. Важно оно тем, что из него формируется очень много других слов, выражений и прочих смыслов. И оно, ну, по нему будет прям отдельная обучалка. Обязательно будет. Так что, опять же, смотрите курс до конца. Итак, дательный падеж отвечает на вопросы. Ки ней? Кому? И мезней? Чему? И давайте теперь рассмотрим парадигму этого падежа. И начнем мы с вами с единственного числа неопределенной формы, то есть объекта «мнеизвестие». В таком случае мы ставим падежное окончание «ней» или «ней». Если же нам объект известен, то мы ставим падежное окончание «тень». Если у нас объектов много, и мы про них знаем, знаем, что это за объекты, то мы добавляем падежное окончание «тнейней» или «тнейней». Что касается вот этой формы, множественное число нам неизвестно. Вы в арзианском языке такую форму вряд ли встретите. Я лично вообще ее ни разу не встречал. Но в книге написано, что там используется такая же форма, как и до единственного числа. Если найдете или если вы используете, пожалуйста, напишите в комментариях. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим примеры. Помимо рассмотрения основной темы, мы сейчас также с вами затронем и тему, которую мы с вами изучили в предыдущем уроке, это «Ведительный родительный падеж». Итак, первый пример выглядит следующим образом. Сон Максы Ломанентин Ярмакт. Он дает человеку деньги. Положа руку на сердце, этот пример не совсем корректный. Объясняю почему. Непонятно, как такое возможно, что он дает человеку неизвестные нам деньги. То есть, как бы, он дает человеку деньги, значит, они известны. Но на самом деле, такая ситуация вполне может быть в том случае, если, например, ну, давайте рассмотрим такую конструкцию. Он дает человеку деньги, а он их тратит не пойми на что. Тогда это уже неизвестно, какие деньги. То есть, определенная конструкция была бы в том случае, если бы он просто давал деньги вот сейчас, вот, набери определенные деньги. А здесь он дает человеку деньги, а он их тратит не пойми на что. И на самом деле, здесь гораздо более уместна была бы конструкция такая. Наша организация выделяет деньги на помощь пострадавшим от наводнений. То есть в таком случае здесь действительно прямо видно, что эти деньги непонятны, какие-то деньги. Но давайте все-таки для закрепления темы также рассмотрим следующий пример. Монпанцы, ломаньнини, ярмакны. Монпанцы, ломаньнини, ярмакны. Здесь уже как бы все логично достаточно. И она означает, я плачу людям деньги. То есть людей много, ломаньнини. Обратите внимание, мы читаем не ломаньнини, а ломаньнини. То есть н мягкое, ломаньнини. Монпанцы, ярмакны. И здесь у нас, соответственно, ломаньнини. Ну и давайте я вам сейчас подчеркну как раз-таки эти формы дательного падежа, чтобы они вам были более заметны, более видны, более понятны. И вы их заботили. Итак, друзья, возникает справедливый вопрос. А как исполнять местоимение в дательном падеже? Давайте рассмотрим. Значит, монень или тень. Это означает мне. И я обычно пользуюсь вот этой формой, потому что вот эта форма, она путается со словом те в винительном падеже. Далее. Тонеть или теть. Это означает тебе. Сонемдзе или тензе. Это означает ему или ей. Миненек или тенек. Это означает нам. Далее. Ты немг или тенг. Это означает вам. Надо сказать, что в старых книгах ищут вообще тенг. То есть эн с хвостиком. То есть это носовая эн. Обратите на это внимание. Далее. Сененцт или тенцт означает им. Ну и далее возникает вопрос. А как же спонять местоимение указателя? Соответственно. Этому. Этому будет тенень. Тому сенень. Этим. Недниней. И тем сетниней. Но обратите очень большое внимание, пожалуйста. Если вам надо сказать этим людям, вы не говорите неднини, ломань неней. Не надо так говорить. Это будет звучать как нить. Обратите внимание, нить ломань неней. Потому что вот эти формы, они используются в том случае, если, допустим, у вас вот этим мы не дадим ничего. То есть мы не говорим, кому именно этим. Мы говорим именно просто, что этим не людям, никому просто вот нень-ни. Мень-мень как Амаксатан. То есть мы этим ничего не дадим. Итак, друзья, давайте теперь рассмотрим такую тему, которая прямо очень хорошо подцепляется к всеми датильного падежа. Называется возвратный суффикс. Собственно, давайте его рассмотрим. Это и есть тот самый возвратный суффикс. Суффикс вон. Ну и давайте рассмотрим примеры. Марьямс – это чувствовать. И Марьямс – это чувствоваться. Или ощущаться. Вот вы видите здесь ся. Это также возвратный суффикс. В азиатском языке это просто вон. Ну, для тех, кто уже знает азиатский, я скажу, что это не единственное употребление этого суффикса. Но об этом я буду говорить гораздо позднее. Итак, давайте осмотрим примеры. Кода мунень моряри. Как я чувствую? На самом деле я эту фразу использую как фразу-паразит. Вставляю ее где надо и где не надо. Значит, ну, что здесь надо отметить? Кода мунень моряри. Мунень, мы видим, оно стоит в датильном падеже. А моряри, значит, мы здесь видим Марьямс – чувствовать. Моряри – чувствуется. Как мне чувствуется. Ну, и на русском это переводится как «как я чувствую». И второй пример. Кода мунень неяви. Как мне кажется. Здесь то же самое. Кода – это как. Мунень – это мон в датильном падеже. И неяви – это казаться. То есть, кода мунень неяви. Как мне кажется. И обратите внимание, что здесь, что здесь у нас в третьем лице стоит. То есть, кода мунень неяви. Не кода мунень неяван. То есть, как бы, как я кажусь. Ну, так нельзя говорить. А именно кода мунень неяви. Как мне кажется. То есть, что-то мне кажется. Ну, и теперь давайте рассмотрим достаточно важную тему. Как сказать в аргентском языке «я должен». Это очень важная тема. Значит, есть такое слово – эрямс. Мы его рассмотрели в самом начале урока. И вот оно как раз-таки у нас здесь и выползло. Если мы к слову «эрямс» добавляем возвратный суффикс, то у нас получается слово «эрямс» – «быть нужным». Ну и, соответственно, давайте теперь посмотрим, как же его употребляется. Мунень – «эрями». Это означает «мне нужно» или «я должен». Опять же, мы здесь видим с вами дательный падеж и «эрями». Ну, как здесь «моряй», «неяви», «эрями». Соответственно, «тонеть» – «эрями», «теть» – «эрями», «тензо» – «эрями», «тенек» – «эрями», «тенка» – «эрями» и так далее. То есть, везде мы употребляем третье лицо здесь. То есть, «мунень» – «что-то вместе с пути» – «эрями». «Мне что-то нужно» или «я должен». Итак, друзья, продолжаем наше погружение в объектное спряжение. И в этот раз мы с вами будем рассматривать объектное спряжение в прошедшем времени единственного числа. Итак, в этот раз мы с вами будем рассматривать объектное спряжение глагола «чаркутинс», которое означает «понимать». Ну и поехали. Мон цонцэ чаркудия. Я его понял. Добавляет окончание «я». Тон сонцэ чаркудизя. Он его понял. Минь сонцэ чаркудиняк. Мы его поняли. Тынь сонцэ чаркудинг. Вы его поняли. Сынь сонцэ чаркудись. Они его поняли. Обратите внимание, вот эти две формы можно перепутать. Пожалуйста, не путайте. Чаркудизя – это он его понял. А чаркудизи – это они его поняли. Они. А как же теперь сказать отрицание? Отрицание оформляется опять же с помощью нашей любимой частицы «эйзи» и с добавлением к нему соответствующих суффиксов. Давайте. Я его не понял. Эзик чаркуде – ты его не понял. Эзизи чаркуде – он его не понял. Эзини к чаркуде – мы его не поняли. Эзинг чаркуде – вы его не поняли. И Эзизь чаркуде – прошу прощения. Эзизь чаркуде – они его не поняли. На самом деле можно читать и Эзизь джаркуде. То есть такая форма была раньше. Но сейчас как бы и Азиане говорят именно Эзизь чаркуде. Но в принципе это старое из Азианском, это бы не было бы прям большая ошибка. Итак, друзья, мы с вами уже приближаемся к концу этого урока. И давайте теперь рассмотрим название животных. Итак, первое животное – это у нас киска. Это у нас собака означает. Соответственно, псака – это у нас означает кошку. Да, такая комбинация вызывает обычно очень большой восторг у тех, кто начинает звучать арзиатский. Но да, вот так в арзиатском языке киска – это собака, а псака – это кошка. В принципе, есть еще слово катка. Но выбирайте сами, какое слово вам больше нравится. Далее, слово скал означает корова. Сярду – это у нас лось. Олду – это медведь. Сараз – это курица. Туо – это свинья. Кал – это рыба. Ну, кал, если вас смущает это слово, вы можете посмотреть на финский, там тоже самое. Там слово кала – это рыба. Далее. Нарму – это птица. Вергис – это волк. Ну, вот, собственно. Далее. Унжа – это означает жук. Название реки Унжа идет от другого слова, так что оно не связано здесь. Дальше. Сеськи – это ковар. Кару – это муха. Для того, как ухо мне не мешает снимать видео, кстати. Значит, сукс – это червь. Укска – это оса. Мекш – это пчела. Кендиал – это клоп. Лемзи – это клещ. Опасайтесь клещей. Сейчас весна, сейчас может быть опасно. Ну, у нас весна. Когда вы, вообще, курс непонятно в какое время, ну, вот и более. Дальше. Шанжал – это паук. Медьказ – это ящерица. И ривизь – это лиса. Ну, или лиса, тесно. Итак, друзья, в завершение этого урока я предлагаю рассмотреть самую вкусную, самую аппетитную часть вообще всего видеокурса. Это продукты питания. Как видите, я даже англоязычную часть выделил более ярким маркером. Не вот этим зеленым разловым, который надо бы выкинуть. А я сделал ее более ярким маркером, дабы мои покровители из Госдепа и, в частности, Джордж Сорос, захотели познакомиться с тайнами рязанской кухни. Итак, начнем. Эмерж означает овощ или фрукт. Далее. Марь означает ягода. Далее. Куяр – это у нас огурец. С этим словом связана одна шутка времен ковида. И где-то нас следующим образом. Входит человек в автобус и к нему подходит контролер и спрашивает его «Куар-код у ли?». То есть, типа, «Куар-код есть?». А тот ему достает, короче, из сумки огурец, достает ткань и говорит «Куяр у ли?», «Кот сту ли?». То есть, огурец есть, ткань есть. Итак, смотрим дальше. Капста означает капуста. Те, кто смотрели комикс «Кот армия» вашего покорного слуги на рязанском, знают, что там есть такой персонаж, как Капстайка. На русский он был переведен, соответственно, как капустик. Далее. «Якстерькай» означает «цвекла». «Якстерь» означает «красный». Далее. Слово «чулька» – это вовсе не слюк. Это означает просто «лук». И далее. Слово «пулька» означает «морковь». Да, конечно, два этих слова выглядят очень интересно. Вместе «чулька» и «пулька». Наверное, стоит сделать по этому поводу еще один комикс. Я подумаю насчет этого. Далее. «Пряка» означает «пирог». «Прякиня» означает «пирожок». Ведь я уже чувствую, что вы захотели есть. «Сюкоро» означает «лепешка» или «печенье». Я, кстати, не написала перевод. Сейчас я уже пишу для англичан тоже. Для моих покровителей злодепа. Так, далее. «Лоусо» – это означает «молоко». В частности, в Саранске и в Мордовии долгое время продавался такой продукт, как «чапамо лоусо». Это на самом деле продукт национальной кухни. Вот. И он на вкус был что-то средне между ряженкой и кефиром. Ближе к ряженке. Вот. Но очень вкусный. Я прям с удовольствием его пил. Но потом его по каким-то причинам снялись в продаже, из-за чего я очень глубоко скорбел. Вот. Но, как говорили те, кто пили это «чапамо лоусо», и те, кто пили домашний «чапамо лоусо», который готовит бабушка, говорят, что бабушке «чапамо лоусо» лучше. Ну, не знаю. Может ли быть что-то лучше? Наверное, может. Далее. Кши – это означает хлеб. Сырень – означает мясо. Далее. Ям – означает… Ну, это вообще любая жидкость, которая… ну, густая жидкость, которую можно есть. Ведь это и суп, и каша. Но, в принципе, можно их различать. В частности, например, тоу-ям – это каша, а, например, ветя на ям – это у нас суп означает. Но, в принципе, все это можно объединить под единым словом «ям». Что же такое тоу? Тоу – это слово сложно, на самом деле, перевести на русский язык, но переводится примерно как, ну, ядро. Ядро, то есть, не мука, но и не крупа, потому что мука по-язязански будет «почта», а крупа будет «ямокс». То есть, это зерновая… зерновой суп, условно. Далее. Штюльба – это отдельный вид супа, как раз-таки, это означает «уха». Ну, и смотрим дальше. «Мастумаль» и «нормаль» – это означает «клубника», да-да, «нормаль». Это вовсе не означает «нормаль», это просто означает «клубника». Далее. Одно из моих самых любимых слов в аренатском языке – это слово «ксты». Оно означает «земляника». Люблю я его по той причине, что рядом с городом Обренош, который русский сейчас называют имен Огород, находится пригород, ну, поселок пригород, называется он «кстова». Так вот, это «кстова» имеет этимологию именно от этого слова, то есть оно происходит от этого слова. И, кстати говоря, гербом «кстова» является как раз-таки «земляника». Ну, это грубо, конечно, назвало его поселком, это прямо город уже натуральный. Далее. «Кснау» – это горох. Это слово мне, кстати, тоже нравится из-за того, что сочетание «кс» – вот это вот мне очень нравится. Далее. «Атямай» – это вишня. Ну, и, соответственно, поселок «Атимар», рядом с Саратским, понятно теперь, какого оно происхождения. Далее. «Шукштуру» – это смородина. «Инзий» – это малина. «Тоузеро» – это пшеница. «Ликше» – это угречиха. Ну, и гречка тоже будет, соответственно, «ликше». «Ликше», «ликшеян». Далее. «Суро» – это просо. «Ал» – это яйцо. «Умаря» – это яблоко. «Модамаря» – это картошка. Как переводится вообще слово «картожка»? Это земное яблоко с того, или «земная ягода». Тут так и так можно переводить. Далее. «Медь» – это мед. Вы заметили, кстати, что эти два слова очень похожи. Но слово «медь» не является заимствованным из русского. Слово «медь» – оно гораздо более древнее происхождение имеет, и мы это еще будем рассматривать гораздо позже в нашем курсе. Далее. Самая вкусная часть – это то, что любят все. «Блин» означает в паризиански «почоксе». И с чем же обычно едят «блин»? Обычно его едят либо с маслом – ой, либо со сметанкой – это у нас будет «верикс». Также можно сказать «чаповый» – «верикс». Итак, друзья, я вас отпускаю. Приятного вам всего аппетита. И ждем вас в следующем уроке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»